Начинаем нашу послематчу пресс-конференцию. Ваше внимание Владимир Семенович Волчек, главный тренер футбольного клуба «Колубы». Владимир Семенович, ну поделитесь, пожалуйста, с вами первые впечатления на матч. Ну я думаю, сегодня заслуженные победы «Факела». Если говорить по игре, то начало игры мы провалили, пропустили мяч, разбирались, как лучше нам выстроить именно оборонительные действия. И в принципе вот этот момент был выпущен. В дальнейшем второй тайм где-то игра выровнялась, но мы тоже понимали, что «Факел» счет устраивал и немножко темп игры спал. С чем связываю? Ну в первую очередь думаю, что антураж матча, он сказывался на наших игроков, на игроках. Поэтому начало игры было волнение, которое немножко помешало нам сыграть так, как мы хотели. Владимир Семенович, по традиции, ваше первое впечатление о матче? Ну, в общем-то, мы на протяжении все время контролировали ход перейдинка. В общем, тут соперник, когда был момент, реально угрожать просто хотелось, немножко более солидно развить успех, и предпосылки были. Вот, поэтому как-то куски очень хорошие были отдельно. Потом, как-то нет солидности такой действия. Хотя, еще раз говорю, все было под контролем. В общем, тут самая такая спокойная игра, мы пребывали на этом посту. В общем-то, в обороне надежно, в ударовосыпи. Контроль мяча немножко не хватает вот последнего класса, такой вот фланговый, рассмысленный. С учетом того, что, в общем-то, мы состав, который мы ставим, просто так вот выбираем позиции людям, а вы там не играли никогда. Ну, какие обстоятельства, я не жалуюсь, но есть достаточно обуемых игроков, просто пытаемся выжимать все то, что есть на данный момент. Пожалуйста, вопрос. Сокол выиграл сегодня, мы тоже выиграли, разрыв остался, но вот четыре игры, последние. Я спрашиваю вас, на прошлой пресс-конференции и сейчас, чем мотивировать будете? Ну, чем мотивируете, есть определенная, ну, как, репутация клуба определенная, имидж игроков, нам доказывать состоятельность потом, ну, сложно сейчас загадывать далеко вперед, надо думать о будущем, в общем-то, составлять, плюс болельщики, плюс есть премиальная система, так что все факты должны расходиться. Конечно, сложно, с одной стороны, немножко более раскропощенно играть, с другой стороны, конечно, понимаем, что, в общем-то, глобальную задачу изначально непросто было решить, с учетом с соколом проигрывать. Сложно. Вы были готовы, когда вы в Воронеже шли, к тому, что вот, не получится? Ну, мысль такая, вам сказать, хотелось, чтобы получилось, и шоу, видел, просто я не хочу тут как-то озвучивать эти моменты, просто масса факторов, чтобы это вот, давайте решить. Ну, где-то были определенные, правда, спаркованные, вот такой, даже 5 очков, скажу так, что, сохранялся 5 очков, плюс очные, да, 2 очка, еще 3 тура, это, ну, так, начинается, очень-то, усоковный, мировотреб, если бы, так, мы взяли 100%, конечно. Ну, еще раз говорю, факторы, которые должны работать, немножко, да, или сбой. Когда такую задачу решаешь, в вопросах, нужно работать с проблемой, решением проблемой. Плюс, конечно, мне сложно было, я не изначально не стал задача, чтобы какую-то суперконкуренцию на 10-х, там, 30 человек, 25, ну, и травма не объясняет. Есть травма, которая, ну, тренировочные процессы объясняется, то есть, у Газаева был один сезон, там, 6 мениск, он дал большую прыжку в работу, но прыжку, естественно, было неправильно. Потому что, конечно, подкорректируем, а, если, ну, здесь травма, вылезает травма, которые, они, старые травмы, старые травмы вылезают, которые, в общем, в самые нетоходящие моменты, вот эти вылезают, мы теряли фланговые полузащиты практически все, начинают с Войнова, Нежелева, Торчука, вот, вот, в линии атаки, ну, и вот, как раз, и у нас и возникают здесь проблемы. И центральная зона, в какой-то стиле, и Лан выиграет.